Белые банты, школьная форма, ленты выпускников. Последний звонок – это день, который остается в памяти каждого человека. 11 лет школьной жизни пролетели незаметно, и пришла пора расставаться с родными коридорами, любимыми учителями и дорогими одноклассниками. Самым первым в Богучанах последний звонок прозвенел в общеобразовательной школе номер один. Вспомните, как еще совсем недавно вы, такие маленькие и любопытные пришли на свою первую линейку. Смешные белые банты, огромные букеты, радостные улыбки. И вот теперь перед нами стоят уже юноши и девушки с серьезными взглядами и со своими планами на жизнь. Для многих ребят школа стала вторым домом. Здесь они не только учились, но еще и дружили, общались и влюблялись. В школу я ходила как домой. Вот действительно. Порой было тяжело, конечно, вставать утром, потому что в 7 утра надо встать еще, собраться, и потом идти учиться, сидеть на этих уроках. Иногда было радость, потому что здесь семья. Вроде и радость, но в то же время 11 лет ты учился здесь, и очень тяжело расставаться с людьми, которые стали для тебя действительно родными. Впереди очень сложная и напряженная экзаменационная пара. И, конечно же, самое главное – это пара выбора дальнейшей профессии. Для вас, молодых, энергичных, открытых все дороги. Александр Сергеенко планирует сдать успешные экзамены, поступить в Сибирский федеральный университет и стать металлургом. Этот день для меня многое значит. Мне на самом деле грустно, что я больше не увижу. Я, наверное, еще не осознаю, что все это финиш. Больше не приду на следующий год в школу, не увижу лица одноклассников, учителей. И на самом деле мне становится грустно, когда я вот думаю о том, что я поступлю и буду редко видеться с учителями, с одноклассниками. Мы не будем где-то собираться, кто-то разъедется по разным городам. Ну и это прескорно на самом деле. В общеобразовательной школе номер два директор торжественно объявил о списке учащихся, допущенных к сдаче итоговой государственной аттестации. Выпускники искренне радовались допуску к экзаменам. В адрес выпускников звучало большое количество добрых напутственных слов и поздравлений. Дорогие ребята, вы получили в школе багаж знаний. Это ваш первый капитал. Я желаю, чтобы вот этот капитал инвестировали очень грамотно, чтобы в дальнейшем обучение вам было в радость. Ну а профессия ваша была востребована. Выпускники на прощание станцевали школьный вальс и попрощались с детством, запустив в небо воздушные шары. В общеобразовательной школе номер четыре выпускников поздравили самые маленькие ученики – первоклассники. Не впадайте сильно в детство, в этом надобности нет. Ну а если будет грустно вам детство, нас привет! Многие годы являются традицией подавать последний школьный звонок первокласснику и одиннадцатикласснику. Это своеобразная передача эстафеты ребятам, которые только начинают свой путь к знаниям. Сегодняшний день – необычный день в жизни любых родителей, у которых дети заканчивают школу. Это волнение, это радость, это гордость за ребенка и это, конечно, грустно. Потому что сегодняшний день – это окончание одного периода и начало совершенно другого взрослого периода жизни моего ребенка. Последний звонок прозвенел. Впереди экзамены, поступление в институт, взрослая жизнь. Но беззаботные школьные годы надолго останутся в сердце каждого из ребят.